Друзья, приветствую! Вторая часть образцов из посылки от Владимира из Смоленской области. Это у нас Shell Helix HX7 530, полнозольное масло А3Б4. Так, сейчас я вскрою. Значит, первая часть образцов была в предыдущем видео. Вот четыре баночки, две свежего, две отработки. Сейчас покажу вам описание, кто не видел первый ролик. Так, вот нижняя часть. Это BMW X5 E70 2009 года с трехлитровым турбодизелем. Видите, да, Stage 1 чип тюнинг сделан, 270 сил. И вся экология удалена. Так, это, значит, лабораторный анализ данного масла, описание предыдущего масла. Ну, можно приступать к созданию эталона и проверке отработки. Так, сейчас обновлю спектрограмму на ранее созданной баллоночке. Ну, наверное, уже многим это надоело, этот процесс наблюдать. Но уж извините, кто-то цепляется. Вот такая спектрограмма. Вообще здесь каких-то пиков и СТРовых там, ну, ничего не видно. Я поэтому даже увеличивать эти области не стал. Все гладенько. Так, выбираю данное масло. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. Ну, здесь картина, честно говоря, странная. 43% по противоизносным присадкам. Очевидно, что это какой-то, блин, состав там такой своеобразный, что прибор не совсем их идентифицирует. Может какие-то упрощенные. Не знаю, честно говоря, затрудняюсь ответить. Так, гликоль в нуле выставлю. И вот по кислотному щелочному. Смотрите, что намерил прибор. 9,3 значит у нас щелочное и 1,66 кислотное. Вот, в принципе, 9,3 очень похоже. Я так и оставил, даже не стал трогать это все с учетом разницы в ГОСТах. Кстати, в описании есть ссылка на статью про разницу ГОСТов. Можете ознакомиться. Вот, с учетом разницы ГОСТов, очень правдоподобно. Ну и вот, значит, отработка. Так, смотрите, это. Общий пробег примерно от 320 до 350 тысяч, непонятно. И пробег на масле около 10 тысяч. Это 201 мот в час с очень высокой средней скоростью 46,7. Противоизносных присадок 127 процентов, видимо. Или может быть присадка какая-то, или из топлива попадает, затрудняюсь ответить. Так, 0,35 сажи. Нормально, отлично работает топливная. Ну, с учетом удаленной экологии все здесь в порядке. Посмотрите, нарастает кислотная. Кислотная, кстати, нарастает достаточно быстро. Это 3,19 при начальных 1,66 на 1,5 единицы. Достаточно быстро надо ставить почему-то. Возможно, на самом деле, вот эта противоизноска, которая попадает вместе с топливом. Вот. И здесь у нас 6,4 щелочное. Значит, немножко удивительно, но при такой высокой средней скорости, значит, воды в масле чуть больше, чем в свежем. Все-таки она недостаточно выпаривается. А может быть, перед взятием пробы там был, я не знаю, там не было трассы, а были там, например, пару холодных стартов. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости. По вязкости тоже все, вот смотрите, хорошо. Есть небольшое разжижение, плюс 26% от максимального, ну, на четверть. В общем-то, все в порядке. Но, скорее всего, есть некий перелив небольшой. Все-таки скорость очень высокая, почти 50 км в час средняя. Это очень быстро. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И сейчас покажу вам прогноз ресурса. Значит, смотрите, по моточасам 347 моточасов, 17 тысяч километров. По нитрованию 430 и 770 по вязкости. Ну, честно говоря, для дизельного мотора с удаленной экологией масло не самое крепкое. Но оптимальный вариант, если стоимость нормальная, оптимальный вариант. Вот такие пробеги, чтобы не закатывать максимально долго. Чем дольше масло работает в двигателе, тем больше оно наносит вреда. В нем накапливается металлоизноса, кремний. И это основной фактор износа двигателя. Поэтому не стоит, даже если масло очень крепкое, не стоит его катать до упора. Ничего хорошего для мотора не будет. Даже есть у меня где-то графики, где институтом, по-моему, автомобильной промышленности Венгрии проводили они исследования. Выясняли потерю мощности на долго работавшем масле и потерю топливной экономичности. Даже топливная экономичность на старом, но на долго используемом масле теряется. Потому что в нем скапливается много вот этих частиц, всяких посторонних, в том числе кремния. И попадая в пары трения, это как бы тормозит, создает сопротивление. Тормозит, повреждает пары трения. И это все как бы ведет к потерям. Они не такие большие. Там 2-3% по топливу. Мощность на высоких оборотах сильнее падает. Там падение уже более существенное такое. Но тем не менее. Наверняка многие замечали, что когда свежее масле наливаешь, по ощущениям машина по-другому едет. Так что в большой доле вероятности это все-таки не субъективное, а объективное ощущение. Вот такой получился тест. Каких-то особых проблем с автомобилем нет. Гликоля нет. Топливное работает хорошо. Несмотря на такой серьезный пробег. Хотя если это трассовый пробег, то в общем-то все в порядке. Благодарю Владимира за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok